МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девочка, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Ромашка. Ромашка, а кто тебя так назвал? Папа или мама? Меня так назвала бабушка. Бабушка, давайте поприветствуем Ромашку и ее бабушку. Они исполнят песню... Старинные часы. Старинные часы еще идут. Старинные часы свидетели и судьи. Когда ты в дом входил, они слагали гимны, Звонят тебе во все колокола. Когда ты не сумел меня понять, Я думала, замрут все звуки во вселенной. Ну, шли мои часы, торжественно, печально. Я слышала их поминальный звон. Жизнь невозможно повернуть назад, И время не на миг не остановишь. Пусть неоглядна ночь, И одинок мой дом, Еще идут старинные часы. Жизнь невозможно повернуть назад. Ха-у-у... И вновь подверг, Кобяков, Внимание! Караул! Приготовились к сдаче! Сдача! Выстраиваемся в шеренгу! Спиной в стене! Личные вещи перед собой! Быстро! Один! Один! Два! Два! Три! Три! Четыре! Четыре! Сдачу окончен! Сдача окончена! Я тебе еще серегу-то подарил! Все! Все! Меня забыли! Пятая пошла! С удовольствием! Руку не подадите! Стоять! Заключенная! Заключенная Стар Мария Борисовна! 1978 года рождения! Статья 107-я, часть 1-я, срок 3 года! Старь, струй! Я не могу без посторонней помощи! Стар в переводе с английского «звезда»! Ты чё, англичанка? Стать, сказала! Стать! Бегом! Бегом, сказала! Бегом! Стать! Ты такая оборзевшая, дура! Ты чё, нервная такая, а? Мужик не дает! Или с работы не отпускает! Ты чё вы все-таки? Да она инвалидша! Ромаш! 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 Она правда инвалидша! И чё теперь? Подними ее! Стать, струй! Алифтинка Петровна, вы зря и не втащили! Она и есть эта склонная к побегам! Говорит Иванович! Ну что ж, говорится, приближается торжественный момент вручения подарка! Да! Ну, а перед тем, как тебе его вручить, хочу тебе сказать, точнее спросить, ты пить будешь? Ладно! Ну, я хотел пошутить! Пошутил, давай пришутил! Ладно! В общем, Алифтина, все у тебя есть! Вот у тебя есть Серега, муж работает, деньги зарабатывает, и мы его без работы не оставим! Да, только что обсуждали заказ новый! Вот! Дочка умница! Он умудрилась в зону, мобильник притаранить! Тебе, Шурк, не певицей быть, а адвокатом! Да! Ну, друзья в нашем лице! Вера Сергеевна, подруга верная! Вот! Ну и ты какую карьеру сделала, Алифтина? Старший инспектор, выше только я! Иванович, ну слушай, у тебя с рождения, давай! Ну да! Вот! А дальше что? 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 Пенсия! Ну, хватит, что ли, давай! Красное лицо, мама! Нет, ну, 40 это... Ну, и чем ты будешь заниматься на пенсии, ты думала? Не, не думала пока! А мы подумали за тебя! И поэтому, давай, Иванович, давай! Давай, Вера Сергеевна, и поэтому от нашего дружного коллектива... Ну, от семьи тоже все! Ну, семья, что ли, коллектив, от нашего дружного семейного коллектива... А давайте это... А давайте, иди, Вера Сергеевна! Видео, видео! Это видео? Видео, видео! Ромаш, с днем рождения! С днем рождения! Мы любим тебя! И поэтому мы решили подарить... Тебе! Подарить тебе! Подарить тебе, подарить! Караоке! Та-да! Давай сюда, Шук, давай! Спасибо, спасибо большое! Давай, сейчас споешь нам! Готовься! Не-не-не-не-не... А, погоди, погоди... Я не могу, мне как минимум выпить надо тогда... Ну, налей! Пей! На дежурции, Иванович, остановись, правда... Так... Я разрешаю! Да налей, налей! Ну, кончай! Че ты? Режимное предприятие... Все, я отменяю режим! Так... Шура, Шура, Шура споет сейчас! Мам, это... Шур, спой! Мам, тебе подарили и ты понял! Чо я ж напили? У нее сейчас эти будут прослушивания, у тебя будет как тренировка дополнительная! Давай, Шура! Скажи, я тебя умоляю, что ты ко мне пристала, а? Не хочу я петь. Вообще не буду поступать, если... Что ты говоришь? Всегда хотела, всегда... Не хотела я, посмотри, это ты хочешь. Серёж, скажи, ну что мы репетиторов нанимаем? Серёж, скажи, пусть споёт. Она вот спать, шутка. С вами не выпьешь. Что ты ломаешься, как девка-то? Сделай людям приятное. Всё-таки, видишь, старались, подарок тебе выбирали. Ты что ж старался? Или ты подарок выбирал? Ты даже сегодня с утра не вспомнил. Хорошее лицо, папа. А я работал. Или тебя что-то не устраивает? А я работал. А я работал. А я работал. Выберите песню. Выберите песню. Выберите песню. Когда ты уходил, такой чужой, Амуры на часах сломали лук и стрелы, Часы остановить, тогда я не сумела, Как не смогла остановить тебя. И жизнь невозможно повернуть назад, И время динамит не остановишь. Пусть неоглядна ночь и одинок мой дом, Еще идут старинные часы. Слушай, ты на горло иногда садишься, но в целом... Почему не в бараке? Я туда и направлялась, а тут такой концерт, но не могла пропустить, профессиональная. Сюда в талант! Быстро встань сюда! Руки, руки за спину! Слушай, у меня консерваторское образование, я тебе могу правильно дыхание поставить. Сейчас ты в ШИЗОВ всем все поставишь. Да ради Бога! Народа твоя! Все знают какие-то таланты пропадают. Да тебе на телевидение надо, ты там всех разделаешь, подарил... Это что за беспредел? Чего это такое? Она в лазарете вышла! Вроде открыл, быстро! Завтра объяснители у меня на стол, на эту в отряд! Вы хотели искать в ШИЗОВ? Я все сказала! Бегом исполняем! Есть! Пошла! Вперед! Что случилось-то, а? Подсказал срочно! Злой очень! Дочка из школы позвонила и говорит, весь класс тетю Алю по компьютеру лайкает. Говорится, лукает. Как они там? Какая звезда. Может, просто не поймут, на какое звание? Мало ли зоны. Ты заголовок прочитай. Никакой проверки не надо. Сейчас понаедут. Иванович, я знаю, кто это сделал. Стоять! Кто это, не важно. Сейчас не имеет значения. На видео, вопиющий факт халатности и беспредела. Садись, пиши. По невыполнению контракта. Ты что, Иванович? Мы же вместе пили. Пили вместе. Пела ты одна. Я не понял. Меня почему-то на видике нету. Полвечера ее упрашивали. Монсерратка, Мария, Мария. Нет ее. Нет, я не знаю. Не видел. Ну, как тебя так угораздило, Таня? Ну, как вот мы сейчас с мужиками? Меня же засмеют, пальцами все затыкают. Ну, если ты хочешь выступать, ну, иди в цирк клоуну. Чего тебе? Вы-то тут при чем? Я, Шурка. Прости. Прости. Я не знаю, как так случится. Я просто не пойму, как... Ничего за мной. Я все что-то навалилась им. И мы с тобой подсадились. Ты гребаная пенсия еще. Ой. Одно только радует. Как нормальная баба будешь сидеть дома, парчи готовить. А не палкой махать. Он что, не говорил там про квартиру, что съезжать или... Нет, ничего я не говорю. Правильно, потому что бздит. А если еще с пенсией прокатить, я ему такое устрою. Ему же любая проверка, все, сядет. Где новый блок, на который два года назад были выделены деньги? А он себе такую домину отгрохал. Ползоны он с телефоном ходит. Как дома. Не, мам, ну это просто драмбалет какой-то. Смотри. Ну, перестань, Шура. Ну, перестань, правда, перестань. 500 у тебя тысяч просмотров. Смотри, что про тебя пишут. Ты вместо того, чтобы херь всякую смотреть, лучше бы к экзаменам готовилась. Мать раньше тебя певицей станет. Ничего. Ничего. Ее уже так с монотой пугачихой сравнивают. Ну, ответь, Шура, я не могу больше. На, ответь. Да ну вас... Алло, да. Тебя. Иваныча. Бред какой-то. Алло. Так ты ж сказала. Пишем. Браво, до слез. Вот кому надо на эстраду. Молодая Алла Пугачева. Смешно, трогательно, искренне. Это еще не полный список восторжных комментариев на ролик, буквально взорвавший интернет-пространство в последние два дня. Более миллиона просмотров. Вы только можете себе представить загадочная апрельская дива. Кто она? Наша съемочная группа не смогла устоять перед искушением и провести собственное расследование. И вот мы здесь. Познакомьтесь. Алевтина Романовна. Здравствуйте, Алевтина. Так мы видели с вами же. Вы, наверное, хотите поздороваться с нашими телезрителями. Здрасте. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Вы работаете надсмотрщицей в женской колонии, да? Я старший инспектор. Тем более, почему такой странный выбор профессии? Вы же женщина. Ну, тут все служат и все. Вот Вера Иваныч. Иваныч еще с моими родителями служил. Ну, он тогда, конечно, молодой был. Вы знаете, очень много комментариев по поводу профессионального уровня вашего вокала. Скажите, пожалуйста, вы где-то учились петь? Нет, ну, у нас нет музыкалки, она только в райцентре у нас. То есть вы самородок? Почему? Нет, тут со мной бабушка занималась. Просто бабушка померла. Она преподавала в Ленинграде до войны сольфеджио. А потом уже... Но вы любите петь! Очень. Ну, в смысле? В смысле, да, конечно, да. Мы знаем, что на днях вы отпразднены в юбилей. Но, во-первых, мы вас от всей души поздравляем. А, во-вторых, биологически доказано, что в вашем возрасте у человека происходят изменения не только на физическом уровне, но и на психологическом. Люди бросают высокооплачиваемую работу и улетают в жаркие страны, меняют род деятельности и иногда даже пол. У вас не было подобных мыслей? Я имею в виду, не хотите ли вы последовать вашим поклонникам и заняться сольным творчеством? Нет. У вас же есть, кажется... Фигню какой-то несет, но из Москвы приезжу. Муж и дочь. А расскажите нам о них. Чем они занимаются? У меня муж Сережа. Он плотник. Он ездит по заказам, у него много заказов. Вот у них с Ивановичем там какие-то дела. Хорошо, спасибо. А дочь? Шура. Шурка, она учится на певицу, она будет поступать. Вот, можно? Вот, давайте, вот коммунатную эстраду. Давайте мы сейчас с вами поедем, вот там возьмем какие-нибудь чай там, и домой ко мне. Она просто тащится от вас. Ой, спасибо большое. Да. Поедете к нам? Конечно. И вот давайте, а? Да иди сюда, иди. Ну, мы хотели сказать, что... Ну, правда, она у нас талант. Ну, так просто получалось иногда, что вот сидим как-то там, день милиции или еще что-то, понимаете? Мне вот как-то она вот поет и... Я закрыла, я забыла все это, уже неважно, только чуть-чуть разболелась где-то там. В области сердца эта линия покрыта золотом, прошита красным нигде, никто, ничем, никак. Не хочу теряться в сам-сам сомнения, Выбирать один вставарионтов. Все они прекрасны, без исключения, лучшие друзья. И что? Шур, давай, там самое интересное, самое, ну... Мам, ну сама и пой. Зачем ты меня вообще просила? Мы к тебе приехали, ты и пой. Шур, да просто стесняется, она прекрасно пой. Мам, я тебя очень... Что за шум в адраке нет? Здоров, Сереж, у нас гости. А мне бабки внизу говорят, к вам в гости дом 2 приехал? Я уж думал, на старости лет сбрендели. Вот, знакомьтесь. А, нет, действительно. Здравствуйте. Сергей. Ольга, очень приятно. Это Эдик. Здравствуйте. Можно я в холодильнике? У меня суп на плите будешь? Конечно буду, я голодный, как зверь. Так а что это? Ты предложи гостям поесть, да? Да, вот мы... Все хорошо, не переживайте. А? Вам, наверно, нужно объяснить все, что здесь происходит. А, кстати, хорошо, что вы пришли, мы и ваши комментарии подснимем. Мы приехали специально из Москвы, чтобы снять сюжет про вашу жену. Обычно в таких случаях используется местная телекомпания, но... Сарай же приходил на работу, где? А, Иванович даже не предупредил, я даже понять не имею. Большой сюрприз. Лужку-то дай мне. Алифтина, я как ведущая нового музыкального шоу «Зажги»… Слушай, а хлеба есть для меня? Да, щас. Идущего на нашем канале имею честь от лица нашего генерального продюсера, который просто восхищен вашим талантом, пригласить вас принять участие в нашем шоу. Блин, мама, это ж круто! Ну, вы, конечно, опоздали уже на прослушивание, но это неважно. Мы готовы вас взять сразу на первый тур, который пройдет в Москве. Алифтина, мы вас зовем пить. Чего не дайте мне у нас сметану. Сметану дай. Подождите, так вы согласны? Простите, пожалуйста. Просто, ну, все как-то так неожиданно, если бы хоть знали, как-то. Я бы что-то испекла, а так очень, конечно. Ой, ой, простите, пожалуйста. А можно селфи, да? Давайте. Спасибо. А-а-а. Правда, простите, просто неудобно. Кстати, забыла сказать. На прослушивании все конкурсанты исполняли опернуарию. Поэтому было бы неплохо, если бы исполнили что-нибудь из Тоски, например. Нет, я просто здесь все мои контакты. Поэтому, если решите, звоните в любое время. До свидания. До свидания. Вот, пунтва! О, он, он! Мы тебя любим, любим! Здравия желаю! Почише. Что стало здесь? Пошла вон. Вон, пошла, бегу, бегу, бегу. Начальница, автограф не оставишь! Пошла. Только попробуй. Какой дом себе ваш главный отстроил? Розы крой, сюда встала. Про тоску чуть-чуть знаешь. А то, кругом одна сплошная тоска. Один веселый человек, ты. Я про оперу тебя спрашиваю. Тоску, что ли? Ну, допустим. Изобразить сможешь? Зачем? Инструмент нужен просто. Это что за театр «Детская скорбь»? Это что за театр «Детская скорбь»? Стой здесь! Что, в спектакль играете, что ли? Не надо здесь ничего трогать. Ладно, ладно. Давай. Давай. И зачем тебе так? тоска осужденные я не поняла да все ты поняла если у меня спрашиваешь значит ни у кого больше спросить не можешь или боишься или стесняешься рот закрой или рассказываешь мне зачем тебе тоска или ведешь меня обратно в барак понятно у каждого человека есть право на жизнь свободу и стремление к счастью чего декларации независимости америки сказано что каждый человек имеет право на жизнь свободу и стремление к счастью мы не в америке давай что значит он против а это что ему предлагают что ли ты чего боишься поговорила играй я давно играла на экзамене консерваторе а и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Ты ж только послушать хотела. Послушала. А теперь мне в барак. Подъем скоро. Звучит песня. Ну че? Хорошо? Отлично. Молодец! Так а че? Куда ты пошла? Давай дальше. Закончено на сегодня занятие. Все. А че такое-то? Че? 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 Че охренелся совсем? Молодежь, как баба! Надежда Кадышева, блин! Ансамбль «Золотое кольцо»! Че охренелся совсем? Это ария! Это ария женщины, из-за которой мужики погибали! Это Италия! Это страсть! Порода! У вас все нормально? У нас все нормально! Не, ну просто вас на улице слышали! Ничего страшного! А ты всегда так ходишь? Нет. Да. Нет. Нет. Да. Не наденешь, заниматься не буду. Женщину будем делать из тебя. Идем от внешнего к внутреннему. Как-то на повороте говорят. Для того, чтобы петь оперу, нужно украсть сердце публики. А сердце сегодняшней публики одним вокалом трудно украсть! Сколько там до первого тура? Две недели. Ромаш, извини просто! Так, спокойно! Распускай ей волосы! Какой размер обуви у тебя? У нее тридцать восьмой. Спину выпрями! Грудь вперед! Что ты как каменная стоишь! Расслабься! А у тебя какой размер? Сорок первый. Ну, можно ваточки напихать. Ладно, пока так сойдет. У мужа отпрашиваться будешь? Платье надень, быстрее отпустит. Работаем! Ты прям как Пугачев! Ну, может и успеем. Давай, жги! Пугачев! 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 Тихо! Не, ну... Я нагреваю! Пугачев! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты уж извини, Алифтин, с выходного дернул. Сама, говорится, понимаешь, комиссии нет, говорится, не хватает. Уроды. Ты давай заступай, я в управление следующее. 9.20. За хромой смотри. Начальник, начальник, ты с нами поговори, а ты у нас спроси. Мы же видели, все, мы здесь, все время были. С нами поговорили. Осуждены. Вы... Чего вы молчите, а? Ну, чего молчишь, как обца? Чего молчите? Осуждены. Вы уже видели, все, ты сказал, поговори, начальник. Пошла вперед. Быстро. Он в воздух-то только во второй раз выстрелил. Для гильзы. А в первый раз прям сразу в нее без предупреждения. Как она побежала. А она побежала. Потом мы скоро вызвали, что она... Она побежала, потому что не дала, вернее, дала ему по роже. Он же садится, начальник. Его судить надо. Крой, закрой. Чего творишь, а? Ты чего творишь? Тебе больше всех надо, что ли? А? Или ты не знаешь, чей он родственник? Через две недели будет здесь. Жизни тебе не даст. А малявы твои дальше, Ивановича, все равно не уйдут. И что ты предлагаешь? Предлагать тебе будут в магазине. Я тебе совет хороший даю. Мотай срок по-тихому. Он как подружки твои, поняла? Все будет хорошо. Я так и не могу. Научишься, значит. Если жить захочешь, научишься. Может, тоже здесь мне все нравится. Ничего. Терплю. А я не ты. Да что ты. Правда. А что ты собралась делать тогда? Бежать можешь? На культяпки-то свои побежишь? Хочу посмотреть. Как? Да ты что решила? Что я тебя защищать всегда буду? Может, мы подружки с тобой? Мне нужно УДО. Еще что нужно? Мне нужно условно-досрочное освобождение. И ты мне его организуешь. Или наше занятие окончено? А что мы ночь-то опять репетируем? Для УДОЖа вроде поведения должно быть идеальным. И мы режим нарушаем. Чтоб другие не возбухали. К чему к некоторым особые отношения? Ну, вы идете или нет? Чтоб другие не возбухали. Сама-то ты что думаешь? Не знаю я. Не знаю. Я когда тебя первый раз услышала, да, технически это было неправильно. Но ты пела о чем-то своем. О больном. Отсюда все эти лайки. Это шоу. Знаешь, сколько шлака каждый день в сеть сливается. А выбрали тебя. А теперь пустота. Вроде все правильно. А ни о чем. Флория Тоска, женщина с чьеварью ты поешь, имела выбор. Или жить в несвободе, или умереть. Она выбрала второе, потому что это другое качество жизни. Духа. Ты думаешь, почему я петь перестала? Потому что мужа своего убила. А мужа почему убила? Развези мне тут. Они мне документы тут будут подделывать. Конспирацию развели. Конспираторы хреновые. Ромаш, прости. Я ему сказала, думала, поймет. А видишь, как получилось. Молчай. Эту в ШИЗО. Ну, погоди, Иванович. Я... Она не виновата. Я объясню сейчас все. Молчай. Объяснишь, объяснишь. Сейчас все объяснишь. Звони. Сережа, ночь уже поздно. Ничего страшного. Ты нас всех вон на уши поставила. Пускай просыпаются тоже. Пожалуйста. Пожалуйста, пошли. Прошу тебя. Пожалуйста, пожалуйста, прошу тебя. Хочешь Пете жопой крутить? Без меня. Мне кто не подходит. СМС-ку напиши. СМС-ку напиши. СМС-ку напиши. Мам, слышь, при тебе передачи сегодня не показывать будут. Здесь твои истории, здесь рождаются легенды. Здесь не помогут ни шикарный костюм, ни ослепительная красота. Все зависит от одного – сможешь ли ты зажечь свой огонь? Давай! Давай! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Давай! Так, так, так. На выход. Здорово, девчонки. Девчонки, привет. Пульт можно? От тебя я могу. Баба, смотри, ты нашла, а. Ну, чтоб она любила, что ли, себя побольше. А пока Аритина Романова больше думает о своей ручке. Я закрыла, я забыла. А к своей славе относятся? Да я была в струче это. Сложно назвать была в струче. Около миллиона просмотров в интернете и комменты подобного радио. Браво, до слез. Вот, вот кому надо на эстраду. Молодая Алла Пугачева. Мы пригласили Алевтина Романова принять участие в нашем музыкальном шоу. И она дала свое согласие. Но сегодня ночью мы получили от нее эсэмэс с таким содержанием. Извините, приехать не смогу. Романова… Сыкло! Опаньки. Что ты сейчас сказала? Я сказала, что ты сыкло. Встать! Я сказала, встать, твою мать! Эй, начальник! Сама заднюю баланс! Заскнулись все! Закрыли свои рты, сяхка! Ты мне поржешь, ты сычок! Каждый сейчас пойдет в ШИЗО, поняли? Да! Не боись, бабоньки! Я там была на всех! Места не хватит! Издак, ты мёшься или нет, а? Или я не знаю, что с тобой сделаю? Эй! Ну что? Что? Что ты сделала? Не инвалидов! Я сейчас сделаю, ты поняла? Бабоньки, слышали? Закрыли рты все! Быстро! Да я и так инвалид, понятно? Пошла! Пошла! Первая тряп, сюда, быстро норрять! Пошли! Пошли, быстро! Чё, замерли как говны? Бегом! Быстро! Бегом! Пошла! Да что ж ты за сука такая, а? Ты ж просто сука! Мы с тобой не договорили тогда? Нас прервали! Так вот, мой муж... Мой муж покойный... Не верил мне. Говорил, что я больше никогда не буду ходить и петь. А я, как видишь, хожу и выйду отсюда и пить буду. А ты так и останешься здесь, в тюряге водой. Навсегда поняла? Эту? О, привет, мам! А что, звезды теперь у нас не здороваются? Мам! А это тебе зачем? Ты чё, уезжаешь что ли? А куда ты собралась, мам? В Москву, Шур! В Москву! На поиски лучшей жизни! Да подожди ты! Мы же её не устраиваем! Серёж, я хотела... Ай! Ай! Я тебя прошу! Давай вот сейчас только вот без соплей. Ты уже моё мнение знаешь, мы с тобой всё оговорили без меня. Вот именно без тебя. Если тебя чё-то не устраивает, то сваливаешь ты. Потому что это моя служебная квартира. Понятно? Хорошее лицо у папы. Как ты красива сегодня! Нет в моём сердце ни боли, ни зла. Как ты красива сегодня! Как ты сегодня светла! Аликина! О, Иваныч, я к тебе как раз. Какое дело? Михаил Иваныч, мы едем или нет? Михаил Иваныч, одну секунду. Вы давайте, вы поезжайте, мы за вами. Давайте осторожно, аккуратненько. Ножки, ножки, ножки. Давай, я потом сам назови. Что случилось-то? Кто это? Комиссия моя. Проблема тут. С твоей подругой. Какой? Какой? С хромой. С утра. Да. Выходим грузиться. Их мимо как раз. Этих ведут. Я не знаю, как она тут рядом оказалась. Никто даже не среагировал не успел. Ну, когда уж потом начала она. Убийцы. Все вранье. Я видела. Тут уж поздно было. Он сядет, я сяду следом. Сразу паровозом. Ты не забыла чьим племянника? Не забыла. Мне вчера напомнили. Объяснили, все популярно. Ну, тогда может комиссии денег дать, чтоб она это дело закрыла? Да денег она не возьмет. Я ж тебе объяснял. Секретаршей она была в управлении. Она нам в баню фрукты носила, блин. И братик у нее такой же принципа дай был. Никто не знал, что он с будущим губератором в одном классе учился. Теперь генерал. Ты долго там? Делается. Ален Санна Сысоева. В общем, ей меня уделать – это вопрос принципа. Так что надежда одна на тебя. Давай, поговори с Хромой. Пускай забирает показания. А почему я должна говорить? Паша, долго еще? Готово. А почему я должен тебе вот это подписывать? Почему я должен с тобой квартиру оставлять? А? Еще никто не знает, что у тебя там. Как у тебя в Москве сложится. И где Шурка должна жить? Какая гнида ты, Иваныч. Просто гнида. Что? Ну, поговорю ее с Хромой. Так ей же что-то замен предложить надо. Она-то не я, у нее ж нет служебной квартиры. Увольнение подписывать не надо. Надо что-то ей предложить. Предлагай. А потом я обнаружила таблетки, которыми пыталась отравиться после аварии, когда мне сказали, что я больше не смогу уходить. Они просто лежали на расстоянии вытянутой руки, можно было дотянуться. Странно, да? Врач сказал, убрать их подальше. И давать только, если маленькими дозами, если будет нарушение сна. Я спросила у мужа, откуда они здесь? А он, чтобы ты сдохла, сука, поскорей. Такие глаза. Он стоял на подоконнике, вешал шторы новые. А дальше я вообще не поняла, что произошло. Я просто не понимаю, что там дальше произошло. Звон стекла, скорая помощь, полиция. И только когда меня сажали в полицейскую машину, вдруг поняла, что стою на ногах. Страх. В глазах у этого урода сегодня то же самое увидела. Это же не первый случай. Я справки навела. Ты не можешь об этом не знать. Да нет ничего страшнее, когда слабый получает власть над беззащитным. Да разница в том, что ты, ты можешь этого не замечать, а я нет. Разница в том, что ты можешь это не замечать, а я нет. Максимум, что он получит года два, и то, скорее всего, условно. У тебя завтра комиссия по воду, и ты считаешь, через две недели можешь быть на свободе? Гарантии. А тебе какая выгода? Увольнение мне надо подписать. Едешь? Ну, еду. Выглядишь отлично. Опять хозяйственным мылом пол мыли. Сколько раз просил, сколько раз можно просить. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Михаил Иванович! Алевтина Петровна, отведите заключенную. Есть. В чему я тебе верю? Стоять! Алевтина Петровна, подойди. Знакомьтесь, Сысоева, Самая Греция, главный начальник. Здрасте. В машине заметила такая яркая женщина. И, думаю, видела же где-то совсем недавно. Лена. Алевтина. Сейчас она старший инспектор. Было время, когда я пеленки менял. Мы с ее отцом... Вечером с дочерью как раз смотрели. Алевтина, как же так? Такой талант взрывать землю. Не годится. Михаил Иванович меня успокоил. Едете? Да. Ну и хорошо. Это очень хорошо. Хоть чем-то будет вашему учреждению гордиться. А то так расстройства одни только. Слава Богу, разобрались. Еще одно совхадение у нас. Дочери нашего одного репетитора занимаются. Мы тоже поступать собрались. Ну, а я, правда, своей буду другого искать. Что-то как-то полтора года ходит, занимается, а толку... А вы как, довольны своей? Ну, а вы своей наверняка дома самостоятельно занимаетесь, да? Да нет, просто... Ну, больной вопрос, понимаю. Ничего, я сама с ним поговорю вечером. Я надеюсь, она будет на концерте-то. На ком, на ком концерте. Алексей, я хотел... Давай не больше задерживать Елену саму. Ее давно пора отобедать. Давайте я вас провожу, Леонсана, а вы в кабинете меня подождите. Я знаю, куда мне идти. Вы беседуйте. Да. До вечера. Надеюсь. Какой концерт! Это Валень. Алевтина, ну, две песни. Чего с тобой? Будет у тебя это, как говорится, перед этим... Перед выступлением бывает, ну, это... Генеральный прогон на зрителя. Генеральный прогон. Ты вон уже готова. Красавица. И будем в расчете. Все. Уважаемые, тише. Тише, пожалуйста. Тише, на! А исполняет старший прапорщик, Алевтина. Тебя по отчеству объявлять? Ромаш, ты чего? А? Нечего. Слушай, а тебе обязательно здесь сидеть? Может, ты туда сядешь? Она и так волнуется, а? Чего ты меня все дергаешь? Хочешь, иди садись туда. Слушай, а молодежь ничего не могла найти? Слушай, ты, ты сама сказала, однотонное в полу, другого не было. Ну что, Иваныч, концерта будет? Где артисты? Пора бы начинать. Еще обратно ехать. Я как-то не рассчитывала. Вера Сергеевна, чего там у нас? Да-да, мы начинаем. Ну, делается. Начинаем? А зачем палка? Откуда это у тебя? Зачем ты ее взяла? Там валялась. Тебе что, жалко что ли? Все, готово? Да. Ну, давай, жги. Ария Тоскин. Тоски. Из одноименной оперы Джакомо Пучини. За роялем сидит Мария Стар. А исполняет старший прапорщик Алифтина Петровна Романова. Слушаю внимательно. Слушаю внимательно. А это что тут делает? Тренировала ее педагог. Принимает активное участие. Ты первая в списке на УДО. Анастасия. Грунтевка Петровна. Тренировала ее попали на ухо. Анастасия. Но это не было в missouri. Ну, я не могу. Я не могу слышать. Простите. Я не могу. Песню! 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 Я не могу. Песню! 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 Простите. Где ты взяла эту полку? Зачем ты взяла эту полку? Заткнулись! Зачем мне в лед так положить? Песня! Так, Елена Александровна посидит! Крэли Базар! Да! Рад! Сейчас продолжим концерт! Это все из-за тебя! На чем ты пришел, а? Повторите, пожалуйста! Может быть, на воздух? Михаил Иванович, пока время есть, давайте уточним, а дед Иванович, вот этот объект, где несчастный случай произошел, ну, стройка, где заключенные работали, мне его как обозвать-то для протокола? А что это? Ну, а потом я уже не пела на сцене. Больше ж не пела для зрителей. Ну, так сама по пьяни. Илька, да, одна. Тем более, значит, так было нужно. Что нужно? То, что я услышала от тебя в видео, шоу. Да это судьба, так ясно? Кому это нужно-то? А ему мужу, шурки, заичкам идем. Кому нужно? Тебе нужно, дура. Ай, тебе. Что они там строили-то? Новый корпус? И бассейн у них будет. Нет, я котлован не делаю. Так, ну все. Пауза, говорится, затянулась. Ну что, делаем дело? Не знаю. Все ты знаешь. Я не понял. Вы что тут, посиделки устроили? Тебя долго ждать буду? Начальник, две минуты еще. Здесь я ставлю условия. И я даю шанс. Поняла? Ты свой просрала. Биг за что пора. Тебя это тоже касается. Все. Кина не будет. Прошу прощения, наша техника. Технические неполадки закончены. Мы готовы продолжать. Просьба всем занять свои места. Присаживайтесь, пожалуйста. Технические неполадки. Удачи, удачи, еще раз удачи. А это ваш первый педагогический опыт? Да. Ну вот, надо продолжать. У вас явный талант. Михаил Иванович, ну-ка, проводи меня. Вера Сергеевна, пойдем, оформишь все для нашей звезды. У нее самолет скоро. Чудесно. Молодцы девки. Все, в силе. Ну, Вера, ну ты что, не реви. Ну, удачи тебе. Ну, ты что? Ты не забывай меня, ладно? Ну, перестань реветь. Спасибо тебе. Нормально все. Понимаешь, назад дороги нет, так что ты давай там. Жги. Запоминаю. Восемь девятьсот четыре девять. Пап, слушай, ты... Это не обижайся. Ну, не буду я туда поступать. Ну, это уже как на волю выйду. Здесь-то с этим явно сложно. Ну, почему? Я думаю, у тебя и здесь проблем нет. Стар. Семьдесят восемь. Не понимаю, о чем ты. Не понимаешь? Ладно. Давай. Давай. Тишина! Тишина, говорю! Вперед! Бегом, 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 бегом! Спасибо, что подвез. Слушаю. Ну, в общем... Чего у тебя? Ань, ты поняла все. Мам, ты супер. Так, вам супер. Спокойной ночи. Спокойной ночи. В общем, я ни за что извиняться не буду. Потому что я считаю, что ты не прав. Ты меня обманула. Ты меня не предупредила. Не все уже за моей спиной. Ну, как так это? В общем... Хочу сказать. Это было круто. Песня это... И вот это... Платье... Причурно. Ладно. Спасибо. Я тоже хочу сказать... Я тебе только... Пока обратно ты не приглашай. Ну, когда? Ну, когда? Не знаю, когда. Когда-нибудь еще... Когда? Там жизнь покажет. Ладно. Пойду мне еще чемодан собирать. Я отвезу. Не надо. Не надо. Я такси заказала. На комиссию по условно-досрочному освобождению допускаются. Яневич. Иванова. Кузнецова. Старт. Отправляйтесь в отряд и ждите своего вызова на комиссию. Остальные в автобус. Не подходит к телефону. Не подходит. Не подходит к трупу. Ну, я правда ее знаю. Ну, правда, пойдите, позовите Олю Бузову и скажите, что вот она я. Я здесь. Я приехала. Я Билана знаю, и Киркорова. Позовите, пожалуйста. Женщину очередь не задерживайте. Ну, я правда ее знаю. Пойдемте по вещам. Актер-кино Константин Крюков. Актер-кино Константин Крюков. Телеведущая, актриса Ольга Бузова. Оля Бузова! Я приехала! Оля! Оля! Оля, Оля! 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 Встать! Ты на выход. Я не могу. Мне здесь приказано быть, ждать вызова на комиссию. Слышь, Хромая, ты не беси меня! Ногами шевели! Погоди ты. Ты не слышишь, что ли? У человека приказ. Человек на волю собрался. Ждет. Не дождалась. Я пришел дать вам волю! Давай собирайся. Личный приказ начальника зоны. Быстрее! Мне в туалет надо. Пошла! Да отведи ты! Эту машину засутишь. Давайте я сразу на сам чек. Мне нужен хороший жирный профайл. На имей-то побольше. Ну что такое, ты знаешь, что ты до земли не начинаешь. Поняла. Да, Лариса Александровна? Вы подъехали? Я к вам спускаюсь. Ну и что? Да я не хочу играть в самого себя. Я не позволю юзать свое лицо. Привет. Я не позволю юзать свое лицо. Мне 35 лет, я артист. И мне, черт возьми, есть что сказать этому миру. Пойдемте со мной. Отключите телефон. Конечно. Такой тоненький. ОК. ОК. Слышь, Хромаева, у тебя что там, понос? Это славаева. Справедливости лишь кино, не ищи ее ты в жизнь. И люди лезут на показ, соревнуюсь в дешевизне крутит мутит бесконечно карусель. Ведь не важно ты какой, важна лишь какая цель! Снова учиться сам, как я знаю, что занимают и дисталтия, о ком не сложат песен, перемены, со всех трибун кричат, если ты вот так умен, от чего так небогат. Такая реальность, брат, такая реальность, не думай ни о чем. Такая реальность, брат, такая реальность, не думай ни о чем, просто жриц. Просто молись, просто люби, и ничего взамен не требуй. Просто молись, просто люби, и ничего взамен не требуй. Молодко спадки, прияты души, не бы ты в жизни это не был. Просто молись, просто люби. Молодец! Следующий. Третья камера. Ты айфон, может быть, отложишь куда-нибудь в сторону, а? Молодец, брат, молодец. У тебя камера куда, почему она на пулисы смотрит, я не понимаю. Сережа, подойди ко мне. Приготовится Романова и Алектинина. О, это я. И давайте решать что-то со Светом. А ты Петра знаешь? Какого Петра? Продюсера, а? А, нет. Час назад познакомились, а так я не знаю. Странно, так сразу и на первый турнир. Я тебя даже на прослушивание не помню. Да это такая глинная история, слушай. Да, короче, просто повезло, и все. Держите. Ага, спасибо. Понятно. Удачи. Спасибо. Я работаю здесь не первый год, поверь мне. Где ты училась, там я преподавал. Да. Угу. Что вы будете петь? Я буду петь тоску. Давайте. Женя, старайся. Мам, а че они на меня смотрят? Так, правда, давайте в залу. Тем более сейчас шоу начнется. Когда ваше будут показывать, я вас позову. Может быть, чаю, кофе. Так. Извиняюсь, я не хочу вам мешать, но не могу вас оставить без присмотра. Инструкция у меня такая. Че смотришь-то? Давай, шевели корявками своими. Поехали. Мне, а-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Давай, Иваныч, ну говори. Извините. Говори. Быстро-быстро. Давай. Так а как она там оказалась? Иваныч, ну что ты за урод? Ну ты же обещал. Слышь, Алифтина, давай играть сам. Без эмоций. Без эмоций. Короче, она требует сюда комиссию по УДО. Но это нереально. Во-первых, сюда никто не придет. Все уже на дачах. Во-вторых, об этом никто не должен знать. Ты понимаешь, да? Иначе такое, говорится, начнется, что сама понимаешь. Не верю ни одному твоему слову. Слышишь, я не верю. Да подожди. Она по-любому сейчас делает себя только хуже. Она никого не слушает. Повлияй на нее. Поговори с ней. Может, тебя послушают. Да как я тебе на нее повлияю? Придурок! Я в Москве! Да я сейчас трубку на громкую поставлю. Женщина, потише. Простите. Главное, чтобы она... Главное, чтобы она людей выпустила. Сейчас. Подожди секунду. Какая книга ты, Иваныч? Иваныч, хорошей херней заниматься. Давай вызывать спецов, да и все. Вот идет, кажется. С тобой тут поговорить хотят. Можно? Привет. Короче, я не знаю сейчас, что тебе сказать. Просто успокойся. Возьми за тебя в руки. Ты слышишь меня сейчас? Алло? Алло? О, какие люди! А мы тут вас смотреть собрались. Я даже звонила, но может, номером ошиблась? А может, человеком ошиблась, а? Сейчас. Послушай. Теперь ты меня послушай! Послушала! Начальник УДО вызывает, пока тут все еще живые! Даю сорок минут! Собираем эту комиссию давай! Все, Иваныч. Переговорщик-то хренов. Я вызываю. Пошел давай! Пошел! Пошел! Вот она, сидит. Она! Вы с ума сошли! Мы следующий. У нас прямой эфир! Рассказать, что дальше будет? Мой брат вызовет группу захвата. Вы им спокойно сдадитесь. потому что не будет тяжело по ним стрелять срок себе наматывать кстати какая у вас статья 107 убийство ну вы любите петь да сейчас мы с вами окажемся в звездной комнате где мои коллеги ольга шелест да что же алексина после всего что рассказала ольга после этих кадров мне кажется вашу историю можно смело назвать истории золушки вы сами чувствуете что происходит нечто особенное ожидали ли вы такого поворота такого сюрприза который преподнесла вам жизнь такого не ожидала волнуется залюсь пивка сделай у меня был педагог вернее она есть есть и она наверняка сейчас смотрит на вас гордостью ну по всяком случае она совершенно точно желает вам удачи как и все мы ты не понял что ли кто здесь главный пожалуй лучше музыкальное шоу страны зажги вставай пробуй что на СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я не могу, извините. Я не буду петь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Правда, я не могу. Так, опять 25. Просто мне сейчас перед выходом позвонил человек и... Сказал, что у одного очень хорошего человека случилась беда. И она считает, что я ее подставила. Сейчас пыталась с ней поговорить, а она отказалась. Я уже понимаю, что никуда не прохожу я, и ничего у меня уже не получится. Но раз уж у меня есть эти пять минут, сколько уже? Четыре. Дура, дура, дура. Ты что творишь? Поговорить надо. Поэтому... Ладно, чего я тяну сейчас просто время? Короче, куда сейчас говорить? Куда надо говорить? Куда? В какую сторону говорить, чтобы понять? Куда говорить здесь надо, чтобы вы услышали? Куда надо говорить? Первая. Крупно-крупно глаза. Рукой меня. Кажи ей. Погоди, у тебя сейчас такие рейтинги пойдут. Прямо. Послушай меня. Просто послушай сейчас. Я знаю твое состояние. Ты сейчас... Тебя кинули, тебя подставили. Но сейчас еще ничего не произошло. Ты еще ничего не сделала, слышишь? Ничего еще не произошло. Все еще можно изменить. Я знаю. Я знаю. Что ты знаешь? Что ты знаешь? Что ты вообще можешь знать? Ты понимаешь, что если ты сейчас вот позволишь этим уродам, этим говнюкам малолетним, позволишь им победить, если ты сейчас что-нибудь сделаешь, что-нибудь сотворишь, то они победят. Командир, погоди, штурмовать. Она с ней разговаривает. Она к ней с телевизора уговаривает. Иванович. Там же прямой эфир. Хотелось бы, конечно, контролировать процесс. Вот только где? Восьмерка жюри. Сейчас просто перед выходом звонил начальник зоны. Якобы сказал, что осужденная находится якобы не в зоне, где она обязана отбывать свой срок, а где-то в частных владениях. А хрен знает за каких. И якобы привезли ее туда, чтобы она трудилась на якобы каких-то частных заказчиков. И все мне это кажется какой-то херней. Помню. Мне кажется, что это просто первоапрельская шутка. Херовая. Херовая первоапрельская шутка. И я не верю ни одному слову. Очень хорошо. Я прекрасно знаю своего начальника, Михаила Ивановича Храброго. Мне посчастливилось познакомиться с Еленой Александровной Сысоевой. Она возглавляет комиссию по чрезвычайным происшествиям нашего края. Добрые, отзывчивые, внимательные, соправедливые люди. И они никогда не позволят нарушить закон, который сами представляют. Дождись меня. Я сейчас приеду и все разрулю. Смотри на меня. Я приезжаю, мы разрулим с тобой все. Поняла? А я возвращаюсь. Иваныч, ты меня знаешь. Если хоть у волосы у тебя голова упадет, я тебе клянусь. И ты, и вся твоя губкомпания сядете. Я тебе клянусь. Кейку? Ошиблись вы во мне. Ошиблись. Нет во мне этого огня никакого. Ничего во мне нету. Просто иди мне мое. Короче, ладно. Я спела. Серега, а что она? А где песня-то? Первая там движуха пошла какая-то. Принял. Машка, позвоню. Вместо кровати. Дарья, говори, я слышу. Она их отпустила. Слушайте! Она их отпускает! Она их отпускает! Не двигаться! Лицом вниз! Руки за голову! Пошел! Влетел ты, сучонок, по полной. Папка с мамкой уже не помолвили. Врача быстро! Я дал показания! Дашь, Дашь. Куда ты, Денис? Поднять? Давай, тихонечко. Вот так. Сейчас, врач придет. Скорую везу. Ты, ладно, не уплывай. Подожди, подожди. Дай глаза твои. Вот так. Ты не уплывай. А то кого я по зоне, так и нет буду. Где врач? Скорую в подъезду. Скорую в подъезду. Пока ты жив, вставай и пробуй. Погоды летной ты не жди. Свою мечту рукой потрогай. Вставай и просто смело жги. И в этот миг мы не одни. Еще остался в сердце порох. Нам каждый камень на пути. Невероятно станет дорогой. Пока ты жив, вставай и пробуй. Погоды летной ты не жди. Погоды летной ты не жди. Погода летной ты не жди. Твоё останется с тобой. А кто ушёл, пускай уходит И чтоб пойти своей травой Удачный день всегда сегодня Пока ты жив, вставай и пробуй Погоды лёдной ты не жди Свою мечту рукой потрогай Вставай и просто села жди Пока ты жив, вставай и пробуй Погоды лёдной ты не жди Свою мечту рукой потрогай Вставай и просто смело жди Вставай и просто смело жди Редактор субтитров А.Семкин